Привет, простуд. Вместе с главным инфекционистом Новосибирской области Ларисой Леонидовной Пизняковой. Доброе утро, Лариса Голубина. Всем известно, что весна довольно опасный период. Как бы нам не казалось, что уже тепло и хочется шапку снять, но вот они тут как тут, гриппы, РВИ, различные обострения. Мне интересно, мы обязательно поговорим о том, как с этим бороться, как предотвратить. Мне интересно, почему именно весной, вот что происходит в организме, в природе, и почему вот существуют вообще сезонные инфекции, и в частности весенние? Ну, наверное, это очень хорошо объяснимо. Человек в структуре природы, да, это природное существо, поэтому, ну, наверное, как мы знаем из уроков биологии, что все животные к зиме готовятся, накапливают жир, накапливают какие-то питательные вещества в депо. Ну, и представитель, человек как высший представитель природы, да, то же самое происходит и с человеческим организмом, поэтому, безусловно, когда он готовится к экстремальным ситуациям, делает запасы, и к весне они, естественно, истощаются, а вот плюс вот тот в том режиме, в котором он работает в холоде, да, короткий световой день, это, безусловно, действует на все системы организма. Поэтому, знаете, есть такой гормон счастья, да, адреналин, вот они, которые работают при световом дне гораздо лучше, поэтому вот эти, наверное, все вещи, они приводят как бы к какому-то, ну, так скажем, знаете, в кавычках истощению, наверное, каких-то запасов, и поэтому весной человек, несмотря на то, что появляется солнце, он, в общем-то, более уязвим, вот к таким, наверное, более слабый организм, подвержен каким-то инфекциям. Ну, и если говорить о сезонных инфекциях, ну, просто в этом году, наверное, грипп ОРВИ, это больше, так сказать, к зиме, хотя ОРВИ у них хвост продолжительности гораздо больше, начинается сезон гриппа всегда с ОРВИ, примерно месяц, полтора месяца тянутся какие-то респираторные инфекции, затем присоединяется грипп, и дальше опять вот этот хвост, да, респираторных инфекций, который может тянуться вот именно всю эту влажную погоду, исключительно домами. Поэтому сегодня мы имеем, естественно, повышенную заболеваемость. Сегодня 12-я неделя с начала года, по данным Роспотребнадзора, когда мы наблюдаем и мониторируем вирусные инфекции, сегодня мы превышаем этот порог по всем группам возрастным. Не очень высоко, но тем не менее превышаем. Единственное, в области у нас не превышен порог в группе детей 7-14 лет, а по всем остальным показателям мы превышаем по острым респираторным заболеваниям, в том числе и пациентам. Наверное, потому что у детей 7-14 лет висит на груди чесночок в едиотке. Был момент вообще, кому не позвонишь, с кем не разговариваешь, все болеют. Мы тоже всем коллективом переболели. Причем какой-то вирус, может быть я ошибаюсь, но он как будто бы мутирует. И те лекарства, которые тебе помогали еще год назад, они уже все, бесполезны. Ну, вы знаете, если посмотреть сегодня в структуре заболеваний, то, безусловно, сегодня превалирует вирус парагриппа. Это то, что у детей иногда вызывает, у маленьких детей стенозы, когда приступы удушья, лающий, грубый кашель, достаточно тяжело протекает. Это вот преобладает парагрипп. Преобладает аденовирусная инфекция. Это то, что связано, вы знаете, с проявлениями конъюнктивита, отечности лица, там боли в горле, ну и плюс насморк и все вытекающие отсюда еще симптомы. Также преобладает адреновирусная инфекция, когда только насморк, вот бесконечная заложенность носа, насморк, субфибрилитет, интоксикация. Ну, а что касается гриппа, да, сегодня подтвержденных случаев около 300. Это небольшая цифра, если помните, что в эпидемии гриппа прошлых лет мы имели до 1000 заболеваний, свыше 1000. Сегодня около 300 подтвержденных случаев гриппа. Преобладает в основном грипп А и в его структуре сезонный грипп H3N2, но тем не менее H1N1, который свиной, он тоже циркулирует в достаточном количестве. И грипп Б. Это вот тот джентльменский набор, который практически у нас в последние годы циркулирует на территории Российской Федерации, на территории Новосибирской Федерации. Вот по поводу территории, Мариса Леонидовна, когда мы говорили по поводу причин, есть ли среди причин наше географическое положение Сибири, то, что у нас много снега, он тает, что-то там испаряется вместе с ним, да, это тоже, наверное, как-то влияет? На самом деле нет. Климат здесь не привязан, географические причины, если вы помните, что мутация вирусов, как ни странно, да, вот гриппа в том числе, она почему-то идет у нас со стран Юго-Восточной Азии. Наверное, этому есть объяснение, ученые наверняка их знают, но сейчас речь не об этом, да, то есть вы помните птичий грипп, который, ну, это же разновидность мутации гриппа, свиной грипп, который мы получили в 2009 году. Поэтому здесь, в общем-то, не так сказать, чтобы это какие-то климатические, да, потому что вот в этом году, например, грипп начался со стран как раз восточной и западной Европы, где, в общем-то, климат, ну, достаточно, так скажем, благоприятный, то есть началось с Англией, с Германией, с вот этих стран ближайших, потом только распространился на территорию Российской Федерации. Вот. Единственное, может быть, как раз вот в этом году мы отмечаем, отложены были сроки эпидемии, да, обычно это всегда начиналось перед Новым годом. Эпидемия 2009 года, у нас первые случаи заболеваний появились в сентябре, а в конце октября и в ноябре мы уже имели развернутую эпидемию. А в этом году превышенные эпидпороги, ну, достаточно мягко течут, ну, если есть с чем сравнить, да, с прошлыми годами, вот, но тем не менее отсроченная заболеваемость, она вот пришлась как раз у нас на конец февраля и марта. Ну, у нас как-то и, в принципе, все временные рамки относительно сезонов, в принципе, подвинулись, да, и весна чуть позже, там, и зима чуть позже. Ну, весны вообще можно сказать, нет, сразу наступает лето. Ну, да, после рекламы продолжим, поговорим о том, как нам себя предостеречь и уберечь от таких болезней. Главный инфекционист Новосибирской области Ларис Леонидовна Познякова у нас в гостях. Мы говорим о весенних обострениях, заболеваниях, гриппе, ОРВИ и разных других инфекциях, да. И вот перешли к самому главному вопросу, что мы можем сделать в качестве профилактики сами, и что можем сделать для детей маленьких. Ну, знаете, наверное, я как профессиональный врач первое дело должна сказать о вакцине профилактики, потому что грипп – это управляемая инфекция, что касается гриппа. Поэтому все-таки всеми усилениями и врачебным сообществом, и средствами массовой информации в этом году просто у нас рекордно процент по вакцинации, 43 с лишним процента провакцинированного населения, поэтому, может быть, мы не имеем такую огромную заболеваемость по гриппу. Наверное, все-таки вакцинация делает свое дело. А что касается вообще не заболеть, да. Общего поведения. Вообще общего поведения. То, наверное, все-таки сегодня люди больше стали внимания уделять этому, и это правильно. Прежде всего, должен быть здоровый сон. 7-8 часов, 9 часов для детей. Когда человек выспал, когда человек, нервная система отдохнула, то все, так сказать, системы организма работают в том режиме, в котором они должны работать. Второе – это обязательно хорошее полноценное питание. Да, весной я не могу сказать, что наступает авитаминоз. Наверное, нет. Мы, в общем, достаточно сегодня хорошо питаемся, наши рационы достаточно комплектованы различными продуктами, поэтому просто больше в питании должно быть овощей, фруктов, соков. Лучше, если это будут свежевыжатые соки, приготовленные самими из фруктов или овощей, для того, чтобы усилить усвоение пищи, потому что с клетчаткой усваивается все гораздо лучше. И вообще жидкости, наверное, больше. И жидкости больше, безусловно, да, потому что все-таки это тоже… Любая интоксикация, которая в организме создается, все-таки жидкость это выводит, объем жидкости. Дальше, это проветривание помещений, потому что в основном сегодня мы с вами сосредоточены в офисах, где большое количество людей, мы с вами сидим, все время работают компьютеры, все электроприборы, компьютеры, телевизоры, они притягивают к себе, вы знаете, пыль, всегда на них скапливается пыль, а на каждой пыли фиксируются вирусы и бактерии. Поэтому проведение влажных уборок в помещении, проветривание, прогулка обязательно, да, это все-таки самые такие обычные меры профилактики. Ну, а что касается там каких-то вещей, очень принято у нас там, если вдруг кто-то в группе, например, в детском саду, в школе или там в коллективе, все-таки есть люди, которые с проявлением вирусной инфекции, но ходят на работу по разным причинам сегодня. Ходят люди на работу, хотя, наверное, какое-то время нужно остаться дома. Но прежде всего это нужно обезопасить себя и окружающих, это повязки ватномарливые, их нужно менять каждые два часа, и они работают на самом деле. Ну, дальше это смазывание носовых поток любыми мазями, мы уже говорим о пресловутой оксалиновой мазе, но это не важно, какая будет на самом деле мазь, оксалиновая мазь, она не работает на вирусы, она просто смазывает наши волоски, которые у нас на эпителе, на слизистой носа, и помогает адсорбировать вирусы и бактерии, которые с воздухом попадают. Поэтому это может быть любая мазь, любое масло, которым вы смазываете. Ну и употребление, да, фитонциды, они отгоняют, да, фиксацию точно так же вирусов и бактерий, то употребление чеснока, как уже принято, там, детям в саду, висит, там, на шею эти чеснок, ну, да. Больше обязательно зубчик чеснока. Да, ну, наверное, общеукрепляющие вещи тоже, да, здесь имеют место. Поэтому вот такие простые, собственно, профилактика, но обязательно мытье рук, умывание лица, да, для того, чтобы тоже, так сказать, механически смывать то, что мы ассорбируем для себя. Какие-то комплексные поливитамины в таблетках имеют место быть, или все-таки бесполезна эта вещь? Вы знаете, ну, сегодня очень много комплексных поливитаминов, вы знаете, хоть это и поливитамины, но они ведь тоже имеют определенную точку применения. Поэтому вот сказать, что вот вы пейте витамины, и все будет хорошо, нет, я бы так не посоветовала. Все-таки я думаю, что с хорошей полноценной пищей, если у нас все нормально в организме, мы получаем достаточное количество витаминов, микроэлементов, пища должна быть разнообразной. Это должны быть и животные, и растительные белки, и углеводы, и жиры, в таких количествах, в которых нужны. А все-таки поливитамины, я считаю, что это в какой-то комплексной терапии, когда действительно у людей есть дефицит, например, какого-то витамина, или дефицит какого-то микроэлементов, в комплексной терапии, да. А вот так сказать, что посвеместно, понимаете, раньше детям давали рубежи, для профилактики урахита, витамина D. Сегодня же вы не обязательно давать ребенку рубежи, вы сегодня просто должны обеспечить полноценное питание. То есть это должны быть растительные жиры, животные жиры, белки растительного животного происхождения, углеводы. Если у вас полноценное разнообразное питание, вы все витамины получите, организм у вас здоров, и он это все усвоит и получит. Здорово. Ну, помимо того, что в сезонных обострений, конечно, стоит всегда опасаться, но не дремлют и какие-то новые вещи. Все время люди говорят о том, что вот какая-то новая инфекция, что-то нас прям прихватило, чего-то такого вообще не было никогда. На самом деле, сегодня, вот конкретно на сегодняшний день, есть ли какая-то новая инфекция, которую люди должны бояться или как-то, не знаю, как-то... Вы знаете, на самом деле каких-то особых новых инфекций нет, да. Что-то забытое возвращается, да, какие-то... Просто мы открываем какие-то новые вирусы из старых семей, да, или бактерий. Особо каких-то новых инфекций у нас сегодня нет. Мы должны сегодня понимать, наступает весна, и мы должны готовиться к сезону плещевых инфекций. Это как раз патология, которая характерна именно для нашего сибирского региона. Сейчас активно люди будут выезжать за город, на дачные участки, и поэтому... Прививки? Да, прежде всего, правильно вы сказали, вакцинация, вот я много лет об этом говорю, это тоже управляемая инфекция. И если вакцинация сделала правильно, полная, все-таки она безопасит человека от заболевания, а уж если единичные случаи бывают, когда люди вакцинированные заболевают, то они переносят заболевание в легкой форме, поправляются здоровые и забыли об этом. А у нас каждый год, несмотря на то, что мы ведем большую работу по вакцинации, все-таки сегодня это наша с вами краевая патология, и больных всегда в сезон много, и бывают тяжелые больные, и, к сожалению, летальные исходы, это все невакцинированные люди. Поэтому вот схема защиты, схема вакцинации от клещевых инфекций, вот сегодня наступает сезон, конечно, нужно всем призаболеться. Но чтобы вакцинация была правильной, это нужно делать, насколько я знаю, с осени первые прививки. Это с осени или экстренная вакцинация с зимы, то есть в первый год вакцинации ставятся две вакцины, это считается еще не завершенной вакцинацией, третья вакцина ставится на второй год, и эта вакцинация завершенная, и она тогда безопасная. Но если у вас не завершенная вакцинация, или вы вообще по какой-то причине не вакцинированы, то нужно соблюдать, конечно, те мероприятия безопасности при выходе за город. Это обязательно репелленты, которые нужно каждые два часа брызгать, обновлять. Вот это закрытые костюмы для того, чтобы не проникало наползание клещей на кожу, не было контакта с кожей. Вот, ну, поэтому вот такие... Спасибо большое. У нас в гостях был главный инфекционист Новосибирской области Ларис Леонидовна Позняком. Поговорили и про весеннее обострение, и даже немножко к лету прикоснулись. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.